Приветствую вас. Я думаю, что для начала надо бы зафиксировать несколько важных моментов. Первый момент – это то, что вы действия человека воспринимаете как предательство. То есть, несмотря на то, что вы понимаете, значит, что вы обиделись сами, а человек просто действовал, как мы сказали, исходя из своих интересов, несмотря на то, что вы это понимаете, всё равно у вас имеет место быть обидом. Всё равно. И связано это, в общем, с тем, что вы считаете это предательством. И первое, что нужно, первое, что важно, очень важно – это именно обказ или, может быть, обход от восприятия данной ситуации, данного действия человека, как предательства. То есть, необходимо вам выговорить, возможно, выговорить, возможно. По какой причине вы считаете, что то, что сделал человек, по отношению к вам, есть предательство? Вот. Было бы очень здорово, если бы вы на этом заострили своё внимание. Второе, что хочется вам сказать – для чего вам выходить из состояния обиды? Я хочу сказать, что должен быть мотив, понимаете? Должен же быть мотив, к примеру, двигаться дальше, если такого мотива нет, то и делать реально что-то для того, чтобы забыть обиду свою. Вы не будете. Потому что вам это, вероятно, что-то даёт. Имеет место быть какой-то смысл для вас в этом. Дальше. Дальше. Вы пишите о справедливости. Точнее, вы пишите о несправедливости. То есть, вы пишите о том, что, значит, надеетесь, что справедливость восторжествует. Я полагаю, что очень желательно рассмотреть вот этот аспект, чтобы вы пересмотрели, может быть, своё отношение к справедливости как ценности. Чтобы вы более реалистично смотрели на данную ситуацию. Потому что в данном случае ваши мысли о справедливости, они, по-видимому, больше идут вам во вред, чем на пользу. Вот. Это тоже очень важный момент. Следующий момент, который вы описываете, это момент, где вы говорите. Хотя могла и имела ресурс на решительные атакующие действия и отстаивание своих интересов, но решила не тратить свои силы и время, да и игра не стоила свечи. То есть, здесь у нас в едином ключе идут и соответствующие представления об отношениях. То есть, есть такое понятие, как атакующие отношения, да, вот, и так далее. То есть, тут, как бы, ну, хочется спросить, о каких, собственно, атакующих отношениях вы говорите, если это, ну, просто взаимодействие, как бы, людей, да. О каких атакующих отношениях вы говорите. То есть, да, отстаивание своих интересов, да, это возможно, это возможно так, но никак не атакующие отношения, действия, понимаете. С одной стороны, с другой стороны, вы, получается, по сути, предали себя. Получается так, получается так, что вы предали себя, свои, ну, свои интересы, то бишь, обесценили их, получается. И вопрос здесь, который хочется вам задать, заключается именно в этом. Как вышло и как получилось так, что вы обесценили свои интересы. То есть, если вам, к примеру, был причинён вред, вот, если вам был причинён вред, то, что послужило причиной, по которым, по которой вы свои интересы не отстояли, не защитили себя. Атакующие действия, это одно, а вот защита своих интересов, это всё-таки совсем другое. То есть, если вы говорите, что игра не стоила свечи, да, возможно, но защищать свои интересы вполне себе, как бы, ваша, как сказать, прелогатива и, в общем и целом, это, ну, это вполне нормально. То есть, вполне нормально защищать свои интересы. Вот, если вы этого не сделали, это, опять же, говорит о, возможно, некоторых проблемах у вас с, допустим, ну, может быть, с некоторых проблем, о некоторых проблемах с самооценкой. Вот, возможно. Может быть, мы здесь говорим о чём-то ещё, да, может быть, мы здесь говорим о каких-то других моментах, может быть, мы говорим здесь о чём-то ещё. Ну, это, на самом деле, на самом деле, это разбира... разбираются. Вот. Но, в целом, здесь, именно, вот, в целом, здесь, именно, вот, такой аспект. Аспект, именно того, что вы себя не защитили, почему-то. То есть, может быть, вы считали, что это того не стоит и так далее. Вот. Ну, и, наконец, последнее, о чём хочется вам сказать, последнее, о чём хочется вам сказать, это то, что совершенно очевидно, совершенно очевидно, что данная ситуация вас не просто выбило из колеи, данная ситуация задела вас, причинила вам боль, изменила ваше, может быть, представление о себе. И вот то, почему так случилось, случилось, нужно исследовать. То есть, это не просто так, что вот забыть, значит, ну, забыть обиду, да, забыть обиду и всё. Нет. Это именно момент, связанный с тем, что ваши представления о себе изменились. И вот важно понять, почему так произошло, почему ваши представления о себе поменялись. Понимаете? То есть, важно понять, какие изменения произошли именно в вашем восприятии самой себя. И только тогда, когда будут, значит, известны эти моменты, они могут стать известны в результате, например, беседы, они могут стать известны в результате того, что вы, допустим, это всё проговорите, того, что вы это всё прочувствуете, увидите сами для себя. Вот. Значит, вот, тогда я полагаю, что вам будет постепенно становиться легче. Постепенно вы будете видеть и понимать лучше себя, свои эмоции, свои чувства по этому поводу. Ну и, в том числе, то, что вам нужно и то, чего по итогу вам, например, хочется, хочется. То, чего вам будет, эээ, то, что вам необходимо. Вот. Конечно же, речь идёт и о корректировании того, как вы выстраиваете взаимоотношения с, ну, с людьми, с мужчинами, возможно. Вот. Это тоже очень важный момент, вот, который вам необходимо для себя поисследовать. В целом, никакого универсального волшебного средства для решения данной проблемы нет и быть не может. Потому что это вы, это, ну, это ваши, собственно, чувства и переживания и эмоции. Вот. И, соответственно, я не думаю, что имеет смысл именно обесценивать, именно обесценивать вас, да? Попыткой, значит, ну, допустим, попыткой свести вашу проблему, к примеру, да? К каким-то таким унифицированным вещам. Мне кажется, что это было бы просто несправедливо по отношению к вам. Вот. Вот примерно так. Я надеюсь, можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что вы поразмыслите на эти темы, которые я озвучил. Вот. Я надеюсь, что вы для себя сделаете обязательно выводы. Вот. Я не утверждаю наверняка, что я тут говорю, но тем не менее. То, что вы понимаете, что человек действовал исходя из своих интересов, а вы сами приняли решение обидеть, это очень даже хорошо. Здорово, что вы это для себя понимаете, ну, здорово, что вы отдаете себе в этом отсчет, здорово, что вы понимаете это. Здорово. Что вы мыслите так. Это прекрасно. Вот. А теперь осталось, соответственно, только развить, развить данную мысль и сделать так, чтобы она вам шла на пользу. Можно это сделать только в результате, ну, в процессе беседы с вами. Вот. Значит, что касается того, чтобы избавиться от обиды, то здесь я полагаю, что в целом сам вопрос поставлен не совсем верно, потому что избавляться от обиды значит избавиться от, ну, каких-то, каких-то, например, может быть, воспоминаний, да, может быть, каких-то вот впечатлений. Вот. Это не есть конструктивная позиция, вот, потому что ваш опыт, он является вашим, и ваши воспоминания, даже если они негативные, они все равно являются вашими. Вот. Поэтому их избавляться от них, да, это далеко не самый лучший расклад, но вот изменить отношение к тому, что происходит, допустим, ну, с вами, да, да, изменить отношение к тому, что происходит с вами вполне себе можно. Вот. Но для этого необходима определенная работа. Определенная работа именно наша с вами. Вот. И ваше, именно ваше желание меняться, желание, ну, для себя, вот, что-то новое открывать. Вот. И готовность пересматривать своё отношение. В этом ключе очень важно, очень важен мотив, мотив. То есть мотив избавляться. Вот, если избавляться, вот, вы хотите избавиться, да, чтобы что. Потому что, если избавиться просто, вот, чтобы, ну, чтобы не было, да, это слабый мотив. Вот. То есть вам нужно, вам желательно бы видеть именно в чём мешает. Вам обида на данный момент, момент, это не просто какой-то, вот, знаете, прям негатив, да. Нельзя сказать, что вот мне больно, мне неприятно, я хочу от этого избавиться. Вот. Это понятно. Если бы вы хотели и могли избавиться, то вы бы избавились. Вам, ну, не нужен был бы психолог. А раз вы не можете, значит, это в некоторой степени проблема и мотивация в том числе. Понимаете? Вот. Поэтому мотив, это тоже очень важная часть проблемы. Вот. Значит, то есть, если вы сами обиделись, как вы пишете аноним, у этого были причины. Вот. Давайте начнём с проработки этих причин, с анализа этих причин, с открытия этих причин и так далее. Вот. И дальше, я полагаю, уже будет более-менее понятно, что конкретно вас беспокоит. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, будьте благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.